Здесь также прозвучали обвинения в адрес Азербайджана в военных преступлениях. Я заявляю с полной ответственностью от имени азербайджанского народа, что вооруженные силы Азербайджана никогда не совершали военных преступлений. И что удивительно, опять-таки, эти заявления делает страна, которая является примером лицемерия. Это страна, которая десятилетиями проводила агрессивную политику и совершила многочисленные военные преступления против военных гражданских лиц, попиравшие основные права около миллиона человек. В отличие от Армении, Азербайджан серьезно относится к своим международным обязательствам и утверждения, связанные с преступлениями, совершенными в ходе военных операций, расследуются соответствующими государственными учреждениями. Как сообщила Генеральная прокуратура Азербайджанской республики от 17 сентября и 2 октября 2022 года, в настоящее время проводятся детальные расследования в отношении виде изображений, анонимно распространяемых в интернете, которые в социальных сетях утверждаются как незаконные действия азербайджанской армии. Так у меня вот вопрос к армянской стороне. А занимается ли Генеральная прокуратура Армении теми видео, которые также были распространены в интернете? Господин Симонян почему-то их не упомянул. А эти кадры свидетельствуют об издевательствах, а точнее оглумлении над телами погибших азербайджанских солдат. Я не буду здесь рассказывать о том, что творили армянские военнослужащие, так как это без эмоций говорить невозможно, потому что это не укладывается в сознание цивилизованного человека. Так я хочу повторить свой вопрос. А занималась ли Генеральная прокуратура Армении этим? И вообще занималась ли Генеральная прокуратура Армении тем, чтобы привлечь к ответственности виновных многочисленных военных преступлениях и других противоправных действиях, совершенных против азербайджанских солдат и мирных жителей во время двух карабахских войн? Как сказал наш президент, господин Илхам Алиев, армяне, проживающие в Карабахе, это граждане Азербайджана, и Азербайджан не намерен обсуждать с той или другой страной свои внутренние вопросы. Права и безопасность армянского населения Карабаха будут обеспечены в соответствии с Конституцией Азербайджана. Они будут обладать теми же правами, что и граждане Азербайджана. Они могут быть уверены в том, что их жизнь, интегрированная в азербайджанское общество, будет значительно лучше нынешней. У нас нет территории Нагорного Карабаха, у нас есть карабахский регион, и ее Нагорная часть и низменная часть являются частями этого региона. Спасибо за внимание. Я прошу прощения у всех, что отняло время. Пожалуйста, я не могу вам не дать, пожалуйста. Я очень удивляюсь, если нет Нагорного Карабаха, тогда под чем подписывал президент Азербайджана Алиев? Потому что в документе от 9-го и 10-го ноября очень четко и ясно написано Нагорный Карабах. Но это тоже риторический вопрос. Я не буду вдаваться в подробности, не хочу отвечать многоуважаемой коллеге по всем пунктам. Я уверен, что здесь присутствуют все люди информированные. Скажу только две фразы. Во-первых, для того, чтобы понять и представить цинизм или действие какой-либо национальности или какого-то государства, достаточно, например, посмотреть на пример того, что на таком же международном формате можно топором зарубить спящего человека в номере отеля. Это сделал «бравый солдат» Сафаров, который сейчас является героем Азербайджана. Вот единственное, что вы должны знать, чтобы представить, кто как действует. И еще одно. Я предлагаю, вот у меня есть предложение, Валентина Ивановна, я предлагаю под эгидой СНГ организовать возврат удерживаемых лиц, которые сейчас удерживаются в Азербайджане. Моя коллега может их называть пиратами Нагорного Карабаха, преступниками. Но это всего лишь люди, которые заблудились и оказались на территориях, прошедших под контроль Азербайджана после заключения заявления от 9-го, 10-го ноября. У меня есть такое предложение. Давайте предложим нашим азербайджанским коллегам привести с собой на следующее заседание всех тех лиц удерживаемых, которых они удерживают. Ведь родственники, родители этих людей каждый день также у нас требуют, чтобы мы этим занимались. Спасибо большое. Вы верните наши 3900 человек, которые пропали, женщин и детей, которых вы угнали после первой Карабахской войны. 777 человек пропали после первой Карабахской войны. Давайте уважать эту аудиторию. Коллеги, просьба снять эмоциональность, успокоиться, продолжим работать. А этот вопрос требует, конечно же, отдельного, серьезного, большое продолжения работы. Редактор субтитров А.Семкин